здравствуйте друзья и гости моего канала вот в таком можно сказать плачевном состоянии находится моя диплодыня но я сейчас уже нашла время на нее и будем вместе с вами исправлять ошибки многие говорят что вот диплодыня выбрасывает огромные плети и не цветет да и не будет цвести вот вам живой пример смотрите какие огромные плети это еще я пока распутывала тут по обрезала немножко вот видите они метровые километровые ну что сейчас будем исправлять я чтоб ваше время не затягивать ее распутала до этого не люблю затягивает видео ценю время всех каждого но придется вам немножко потерпеть потому что это не коротенько получится видео конечно же работаем перчатках так как сок ядовиты все знают диплодыня но я секатор ничем не обрабатываю она сама себя как бы защищает ну вот и приступим начнем обрезку вот с этого побега смотрите этот побег конечно он длинный вот здесь ничего нету сначала мы обрежем вот так дальше смотрите вот этот побег я бы его уже больше не трогала потому что у меня я видео делала и показывала как я делаю обрезку но многие говорят непонятно да вроде бы все понятно вот после того как мы обрезали обрезали мы оставляем вот одну почку то есть один побежек с нее можно два вот здесь вот у нас вот была обрезка здесь вот тоже один длинный вот так я ее оставлю первый побег дальше смотрите тут уже закручен опять луколь закручена будем резать не будем много возиться с ней будем резать потому что все равно вот смотрите какой огроменный огроменный побег вот этот побег вот этот вот он этот мы уберем пока на задний план а вот и с этим покажу вам вот смотрите вот основ веточка основная как бы идет и он выпустил побег можно оставить вот 1 2 ну максимум 3 вот так вот я буду обрезать вот он уже пытается набрать но это слишком много для нее вот так вот буду врезать вот этот обрезала вот здесь с боковушек вот здесь вот пойдут еще вот такие вот вот такие вот побежки пойдут и когда он пустит еще один-два побежка сразу надо удалять не давать и чтобы она ослаблялась вот это это тут уже вот закручено мы обрезали час уберем и посмотрим ну и дальше убирать не буду смотрите вот этот я сразу обрезаю хотя там вот еще есть видите еще есть побежки короче почечки просыпаются но нам это не нужно это вот опять обрезаю вот так обрезала идем дальше вот следующий побег но это уже вот она отрезалась это все можно потом на черенковать но интересный вот этот побег вот этот пожалуй вот этот который я оставил один-два я еще смотрю нужно его укоротить вот так укорочу а с этого вот побега тут видите сколько идет и так шла и так вот пошел итог хиленькие слабенькие они нам не нужны вообще буду резать возле вот этого побежка вот так вот остается вот такой вот и так вот с каждым побегом мы работаем с каждым побегом вот этот смотрите вот так вот видите это побег вот основание идет он пустил одну его давно надо было вот так бы обрезать вот оставить одну вторую но поскольку я уже запоздала значит вот этот я удалю вот этот он хоть опускает но это много для нее буду удалять вот так вот вот если бы раньше я вот от основания откуда пустила одна две почки вот эти две почки вот эти вот 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 одна вот 2 они бы развились точно так же как эти но поскольку дальше пошли они не дали им возможность развиваться поэтому я вот это можно оставить все если есть но я буду резать вот так вот буду резать дальше посмотрим вот побег видите вот тоже основной побег ну по вот от него развилась смотрите вот один побег развился вот второй побег вот это очень все слабое вот здесь еще можно оставить значит это я вырезаю вообще вот так вот беру и вырезаю с этого с этого побега я оставлю только один конечно для нее будет сейчас стресс большая обрезка нужно на солнышко ее убрать пока она немножко клеммается даже вот этот побег который обрезала на 2 я наверное все таки обрежу на 1 нет пусть пока побудет вот пусть пока побудет потом сначала раз не торопитесь обрежьте потом еще смотрите смотрите вот побег тоже длинные такое секой я его вообще вырезаю до основания он не нужен мне здесь не нужен вот этот вот очень длинные там на нем в конце что-то начинает развиваться но естественно будет развиваться в конце видите вот какой он длинный длинный и в конце развивается ну куда же нам его такой будем врезать вот здесь сначала вот так обрежем дальше что вот ветка большая вот видно да смотрите вот они даже друг друга заплетают обивают друг друга и естественно мешают один одному надо все делать следить чтобы вот когда она отрастает чтобы она далеко не уходила не обливала друг друга тогда они растут как самостоятельные ну вот это вот веточка вот это вот она как бы хорошенькая но я ее все равно буду резать вот так вот а вот это тут тоже километровая плеть вообще жесть смотрите какая плеть вообще ужас как она будет расти вот я ее немножко удлиню потом может вот эту вырежу посмотрю а вот эту вот раз она уже заплелась друг за друга я обрежу вот так вот видно да вот здесь вот обрезалась вот видно обрезка до от обрезки вот я беру всегда от обрезки где мы след первый раз обрезали ну и следы последующие разы я беру один побежек и и второй и когда вот эти дальше маленькие и их сразу удаляю они это уже видите какой огромный тут конечно на лиану можно пустить но я же лиану не выращиваю я люблю хороший куст но такой но здесь вот я три сделаю три вот смотрите вот от обрезки один пошел второй пошел и третий вот я так три вот так обрезалась смотрите что я обрезала километр видите сколько вот это все можете брать вот так вот берете и черенкуете вот сантиметр полтора туда и сюда делаете себе черенок сажаете также и все остальные с этой стороны немножко покажу смотрите вот такие длинные длинные плети я их вырезаю в принципе почти под корень одну там почку вставляю вот этот вот тоже но вот это длинный видите какой длинный тоже побег но здесь вот развилась хорошая хороший побежек вот и здесь вот слабенький его слабенький можно как второй на замещение оставить он когда при обрезке он начнет развиваться ну вот оставлю два поскольку здесь лысовато получается я оставлю и маленький вот этот потом все будем буду подвязывать формировать костик вот еще один побег вот здесь уже обрезана обрезана а вот этот пошел тоже огромный видите он эти замедляются в росте развивается тот который более освещен который более свободны но в пустоту же мы не будем оставлять его урезаю вот так совсем вот такой вот остается побежек дальше вот тоже видите пошел 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 ну здесь я вот от обрезки 12 уже на свою схему выхожу вот это тоже длиннючий но он тоже видите как развивается поскольку он уже перерос он те которые ближе к стволику которым должно было быть больше питания он не забивает развивает те побеги которые больше к свету тян и более свободны и поэтому я его буду вырезать вообще вот так вот тоже огромная плеть не буду там все равно вот смотрите тоже огромная плеть тоже тут меленькие всякие зачем они нам нужны мы берем вот здесь вот резалась вот здесь резалась вот он видно да вот резалась я от него один отсчитываю смотрите вот видно что резалась 12 все я больше не буду его так обрежу вот такое тоже плеть обрезала дальше еще что смотрим вот тоже видите какая даже не знаю как тут только он вырезать только вырезать бедное растение сколько она мучилась рыб тело и радовала и само радовалась и нас радовала бы так дальше повернем ну вот это все которая тонко длинно его без сожалению сразу вырезать надо потому что она по запретено тут будете вот видите вот и результат пустой 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 а здесь уже пошел хорошие видите можно было если бы вовремя вот эти развелись там но поскольку это уже запоздала приходится резать аж у основания видно вам до в основании режу вот какой то же огромная дальше берем ну вот этот вот тоже основание режу тонкие дальше потом она начнет выпускать и и заодно санитарную обрезочку делайте вот этот тоже видите вот здесь вот он резался вот он резался от него вот пошел конечно тут слабенький пошел вот как обычно видите в конце хороший побег ну чушь будем делать будем резать ближе вот так обрежем так вот еще побег вот от того что мы резали вот пошел один побег вот 2 ну пока буду этот 2 удалять вот тоже видите уже резаная и опять как обычно пустота идет а потом развиваются побеги ну конечно придется резать до основания поскольку здесь если бы развелся вот этот ответ можно вот так один оставить он на нем разовьется даже два даже два ставлю вот так там ничего нету видите но почки он пустит поэтому раз отрежу вот так вот тоже ну вот это резать конечно я не буду хочу здесь между узле огромное здесь уже пошли вот он бутончики начинает набирать здесь я только обрежу перед ним дальше уже буду следить вот такой вот побежать сейчас я потом буду укладывать еще на опору ну вот принцип понятен да и как вот тоже видите если раньше обрезали вот такие вот между узле во-первых короче а во-вторых развиваются вы видите где на свободе но этот оставлю пока пока оставлю буду смотреть вот я оставила еще один побег побег сейчас я вам покажу его смотрите вот была обрезка видно да кстати еще санитарную обрезку делайте и от него вот пошел побежек вот здесь у него уже начинает цветение если видите что цветочки завязались здесь еще нету цветочков значит можно его сделать вот так вот один у основания по узел и вот второй узел а это вот так выразить я все делаю все делаю на два узла редко где делаю три узла вот так вот вывод врезаем вот этот уже набирает бутончики так дальше уже будете сами смотреть вот тоже видите побежек еще один вот он видно вот здесь вот вот видно что была обрезка вот одна пара листочков а вот вторая пара листочков все я дальше удаляю так беру и обрезаю и вот эти вот с этого и с этого пойдут и каждый побежек который идет на два узла режу все ну где надо закрыть оставьте три где лысо получается но больше трех не рекомендую тогда он укрепляется стволики и она практически даже ее подвязка не нужна и она держится себя сама вот такой если в этот раз я как-то не многие не поймут тогда я уж не знаю как объяснить сейчас я дорежу в принципе я вам показала дорежу чтобы вас не это не утруждать и потом покажу результат вот такой вот получился кустик я еще немножко его обрезала и теперь самое главное следить за ним не давать уже расти таким плетьем думаю что всем будет понятно и доступно сейчас и вот я ее подкормлю и буду сейчас с каждым поливом поскольку поставлю во-первых ее в тенек на солнце сейчас нельзя пока вот эта обрезка два-три дня а потом на солнышко ставьте потому что диплодыня любит солнышко любит удобрения чтоб ее кормили я подкармливаю обыкновенными для декоративно цветущих вот такое вот фирма гера что ли вот такое вот любое для цветущих комнатных любых для цветущих и сейчас я вот подкормлю как положено по инструкции а потом с каждым поливом я буду добавлять по чуть-чуть по чуть-чуть ну кто выдержал моё объяснение большое спасибо возможно кому-то пригодится мой совет вот потом я через какое-то время как она наберет я вам сниму ее повторно и покажу всего доброго и до новых встреч directors и